МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней в студии Лешат Аминов. Сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пороге большого взрыва... Только-только в нём все вздохнули. И вот пришёл октябрь. Красная зона. Суровая реальность. Мальчик кричит, мама, помоги. Как это выдержать? Рыбное место. У меня отрезали от воды. Бизнес под ударом или кому приглянулась золотая рыбка? Закупаем колючую проволоку, закрываем периметр. Этот город, которого нет. У очень многих написано, жив массив Татваленково. У кого-то написано, посёлок Татваленково. Оторван от цивилизации и бесконечно надеждой согрет. Сейчас ищем ходы. Сейчас таксисты даже не могут нас найти. Скажите, сколько раз в год можно вызвать скорую помощь? Понятно, есть люди с разным состоянием здоровья, с разными болезнями, подчас очень тяжёлыми. И всё же счёт, я думаю, может идти максимум на десятки вызовов. А теперь не удивляйтесь. На станции скорой помощи зафиксированы рекорды, когда по одному и тому же адресу скорую пытались вызвать 173 раза в год. То есть практически через день. Вызов скорой считается обоснованным, когда он осуществляется при состоянии, угрожающем жизни пациента. А здесь представьте, есть люди, которые вызывают скорую по любому поводу. Например, причемил ногу в дверь, сильно порезала палец. И особенно популярно, какую таблетку выпить от давления, если старые не помогают. Работники скорой, имена которых я по понятным причинам назвать не могу, рассказали мне, что некоторые своих пациентов врачи и диспетчеры уже, что называется, знают в лицо. И вынуждены тратить на них рабочее время, выслушивая по телефону диагнозы, которые больные успешно ставят себе при помощи интернета. Это, прямо скажем, отдельная история. Потому что сегодня не нужно 5 лет учиться в мединституте и полтора года в ординатуре. Каждый из нас сам себе врач и может успешно ставить диагноз, забив симптомы в поисковой строке на компьютере. Лично знаю, десятки семей, где по поводу и без повода горстями пьют антибиотики, практически крошат их в салат и при соплях, и, простите, при поносе. И что удивительно, помогает. Хотя, вы знаете, сопли, если лечить, проходят через неделю, а если не лечить, через 7 дней. Смешно, конечно, вызывать скорую, если прищемил палец. Но это реальные угрозы. И она заключается в том, что когда работники скорой помощи задыхаются от необоснованных вызовов, время ожиданий скорой неизбежно увеличивается. И больные, которым нужна неотложная помощь, не всегда могут ее получить своевременно. В случае с инсультом, например, если начать лечить больного в течение первого часа, вероятность получить тяжелое осложнение минимальна. Если через 3 часа, человек наверняка останется инвалидом, не способным передвигаться самостоятельно или погибнет. Таким образом, каждый ложный вызов – это конкретная угроза жизни другому человеку. И завтра она может коснуться каждого из нас, наших близких. К нам просто не успеют. Но согласитесь, нам наплевать на состояние соседа, если мы сильно прищемили палец в дверь. Весь мир концентрируется вокруг нашей боли. А до боли другого человека нам уже практически нет дела. Мы в большинстве своем отзывчивые и сердобольные, пока у нас все хорошо, пока у нас самих не болит. И только избранные способны подняться выше своих первичных инстинктов и отдать свой спасательный жилет другому. В Казани, впрочем, как и во многих других городах, эпидемия ковида привела к массовому неврозу жителей. Мы до сих пор мало знаем об этой болезни. И теперь любое недомогание кажется предвестником грозной инфекции. В результате количество обращений в скорую увеличивается с каждым днем. И мы не хотим понимать, что из-за паники одного экстренной помощи не дождется тот, у кого счет идет на секунды. И кому могут не успеть. Ильзира Юзаева подробнее. Скорая 11. Здравствуйте. Что у вас случилось? Какие жалобы? Вот так каждый день горячая линия станции скорой помощи Казани разрывается от звонков. У каждого дозвонившегося экстренный случай с требованием безотлагательного вмешательства оперативной бригады медиков. За свои 30 лет работы фельдшер-диспетчер Лидия Дерекова с таким ажиотажем сталкивается впервые. Перегрузки, с которыми столкнулись на станции в Казани, несравнимы в этом году ни с чем. Насколько люди понимают, вот сложная ситуация, что не к каждому можно приехать? Нет, понять не хотят. Они вот вызывают, думают, что им плохо. В первую очередь к ним надо приезжать. Насколько стало сложнее работать? Ой, пандемия началась, вот сложности, да, появились. Очень много вызовов, не успеваем. Они звонят, ругаются. По словам диспетчеров, любое ОРЗ становится чрезвычайным происшествием. У страха, порожденного неизвестностью, глаза действительно велики. И у каждого, как известно, своя рубашка ближе к телу. Но можно найти оправдание для каждой с той и с этой стороны телефонного провода. Ведь не дай бог, если беда придет в твой дом и затронет твоих близких. Скорая помощь всегда на передовой в борьбе за жизнь и здоровье людей. Но именно сейчас им приходится делать этот сложный выбор. Разбираться с каждым конкретным случаем, четко разграничивая свою возможность. Так как она по объективным причинам просто не безгранична. Увеличилось количество вызовов с поводом высокой температуры. Вот такие вызовы в часы работы поликлиник мы передаем на обслуживание в поликлинике. Если раньше мы передавали таких вызовов за сутки от 60 до 100, то сейчас 300 и более вызовов за сутки мы передаем на обслуживание в поликлинике. По словам диспетчеров, если раньше на обработку одного звонка уходило меньше минуты, то с начала пандемии время только на переговоры увеличилось более чем в два раза. Нужно расспросить не только о симптомах, но и собрать данные об эпидемиологической ситуации в семье. Из более чем полутора тысяч звонков, поступающих на линию скорой, ежесуточно 300 вызовов перенаправляются в колл-центры поликлиник. В общую очередь ожидания ответа. Все это занимает время. Все это время телефон горячей линии находится в режиме ожидания. Сейчас мы звоним, да, ну как бы тоже выделили нам, но чаще всего это номера телефонов колл-центров поликлиник. То есть туда дозванивается и население, и мы. Вот седьмая, шестая, седьмая больница, вот МКДС с этим, Достоевского, РКБ, первый филиал, вот. Это вот день получается... Ну вот это все в день мы. Растится. Это путевой листок одного водителя медицинской бригады. Каждое утро они заступают на службу в 8 часов утра. Смена заканчивается только через сутки, в 8 утра следующего дня. Более 30 выездов за 24 часа. То есть меньше часа на каждую заявку. Медики сегодня работают на пределе человеческих ресурсов. Бывает это мания такое. Бывает так, что вот слабость у меня, вот воняние я потерял, вот температура. А приезжаешь там, ничего такого нет. Бывает только простое ЛАЖ в легкой степени. Или от силы в третьей степени тяжести. Ну вот из-за этого накладывается... Да, да, очень много вызывов накладывается. Из этих больше половины не страшно вызываться. Давление. Уже люди, которые много лет страдают этим давлением, они могут принять таблетки и никого не вызывать или вызвать из чисткового врача. Есть утвержденные правила работы оперативной бригады. Температура 38, насморк, головная боль, бессонница – это, увы, не 0,3. Это поликлиники. Скорая помощь не обязана выписывать справки, больничные листы и рецепты, расписывать терапию заболевания, лечить, применять препараты сверх установленных стандартами лечения, госпитализировать по просьбе или при заболеваниях, не требующих госпитализации, госпитализировать в нужную вам больницу, нести сумки с пожитками больного, просто послушать, снимать ЭКГ на всякий случай, осматривать заодно и других членов семьи. Показаниями для госпитализации является длительная лихорадка, наличие одышки, других признаков дыхательной недостаточности. Если все это отмечается у людей независимо от возраста, то необходимо госпитализировать в стационар. По словам инфекционистов, в холодный период времени, как правило, наблюдается рост инфекции дыхательных путей. Это и ОРВИ, и вне больничная пневмония. Этот год также не стал исключением, но в этом году к респираторным сезонным заболеваниям присоединилась и коронавирусная инфекция. Есть группа людей, это, как говорят специалисты, примерно 2% населения, у которых коронавирус может протекать в особо тяжелой форме. Это люди, страдающие диабетом, проблемами в системе кровообращения и дыхательных путей. У 20% заразившихся заболеваний может протекать в средней степени тяжести. У более 70% в легкой или даже в бессимптомной форме. Если заболевание протекает с небольшой температурой, так называемой суфибридной температуры, нет признаков одышки, если это молодой возраст и начальные сроки болезни, то, конечно, лечение можно осуществлять дома, тем более в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Восемьдесят бригад скорой помощи на миллионный город – это количество, которое было задано в благополучные времена, когда не было такой нужды и такого ажиотажа. В это сложное время, по мнению врачей, нужно понять одно важное правило. Да, они ориентируются во всех областях медицины. Да, они оснащены и могут оказать любую экстренную помощь. Да, они могут поставить диагноз при любой возникшей ситуации. Но скорая помощь – это помощь экстренная. В жизни, как известно, может случиться что угодно. Несчастные случаи, травмы, отравления, ДТП, инфаркты, инсульты – это их профиль. Скорая работает как непрерывный конвейер. И перед тем, как набрать 0,3, нужно подумать сто раз, а правильно ли выбран адресат. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней. Знакомые говорят, в Америке один вызов скорой стоит около 1000 долларов. Если у вас нет страховки, у вас мало шансов получить квалифицированную экстренную помощь. Во многих странах за необоснованный вызов скорой могут наложить крупный денежный штраф. Да и скорая там решает только задачу транспортировки пострадавшего до ближайшей больницы. И часто функцию скорой выполняют пожарные, обладающие первичными навыками реанимации и помощи в экстренных ситуациях. У нас скорая – это и такси, и аптека, и справочная, и семейный доктор, и психотерапевт в одном флаконе. Точнее, в одной газели. И все хорошо, когда вокруг нормальная обстановка. Хватает сил и на пустые вызовы, и на реальную помощь. Но в случае масштабной эпидемии все меняется, и встает вопрос – а хватит ли ресурсов на всех, и кому они будут предоставлены в первую очередь? На этой неделе коронавирус лично ко мне подошел уже вплотную. Болеют сослуживцы, друзья, родственники, соседи. Снаряды, образно говоря, рвутся не просто рядом, а непосредственно в моем окопе. Заражение практически неизбежно, говорят все вокруг. Но так не хочется, честно говоря. Что характерно, уже никто не понимает, где он мог подцепить эту заразу. Очень много инфекцию приносят дети из школы. По-прежнему крупные очаги заражения – это места скоплений людей, рынки, спортивные и концертные залы, крупные супермаркеты, магазины и вокзалы. Вторая волна, как мы и предупреждали, оказалась и масштабнее, и разрушительнее. И, похоже, она накроет нас всех. В четверг врачи в кулуарах говорили о двух тысячах заболевших вирусными заболеваниями в республике в день. Понятно, не у всех подтвердился ковид, но коронавирусная волна катастрофически накладывается на волну ОРВИ. До сегодняшнего дня незаболевшие искренне завидуют тем, кому повезло переболеть более-менее легко. И по-прежнему не знают, что им выпадет в этой смертельно опасной лотерее. Спасительная карта или черная метка – пиковый туз. Есть вещи, которые не отбрасывают тени. Об их существовании можно только догадываться. Их можно лишь вычислить по множеству полутеней, что они оставляют за собой. Удивительным образом тени не отбрасывают даже самые яркие явления природы. Наталья Дмитриевна, есть такое выражение, вот света белого не видеть, да? Это немножко про вас в этом году. Мы четыре месяца назад у вас были, вы были в этой одежде. Четыре месяца прошло, но все равно в этой одежде у вас, конечно, перерыва почти не было в этом году. Да, к сожалению, да. Только-только в конце лета мы увидели свет в конце тоннеля. Только-только мы закрыли один корпус и остались работать в терминале два. Было 220 пациентов, люди в отпуска начали ходить. Только-только в нем все вздохнули. И вот пришел октябрь. Наверное, самый сложный и перегруженный весь этот год госпиталь в 7-й Казанской горбольнице, в котором мы уже были в июне, в эти дни даже сам на себя не похож. Есть тут что-то в воздухе, предгрозовое. Есть такое ощущение, что мы последняя съемочная группа, которая побывает здесь за весь этот ледниковый период. Нам уже отказано в посещении реанимации, хотя врачи не против. Там три десятка тяжелобольных. Уже больше, чем положено. И кто знает, возможно, нам и правда лучше этого не видеть. Стабильно мы перегружены, по сути. Идет, в принципе, наплыв пациентов. Их становится с каждым днем все больше и больше. Сегодня в госпитале уже 500 мест. Это больше, чем было в самые сильные майские и июньские шторма. И это меньше, чем нужно. Сколько примерно в день поступает пациент? Самое большое количество было 96 обращений. Пока. В октябре? Да, да, да. Мы ждали небольшого повышения сезонных респираторных заболеваний, как это бывает в начале сентября и длится где-то до весны. А дождались цунами? А дождались, к сожалению, вот в такой ситуации. Врачи стараются, врачи работают без выходных. Вот сейчас время такое. Ну вот я вам скажу, что ходить я начала 7 дней назад. Только-только начала вот метр, два, три. Представляете, насколько серьезное заболевание, что даже человек ходить не может. Утро подходишь к окну, говоришь, слава богу, я жива, я дышу. Пусть так, я дышу, да? Пусть я пока с кислородом. Но я дышу, я могу видеть, я чувствую. Вы ведь не могли дышать, это было самое страшное, наверное. Это самое страшное, когда задыкаешься. Расскажите этому человеку, который практически заново учится ходить, что ковид – это такая форма гриппа. Ляля Азизова провела в реанимации между жизнью и смертью 15 жутких дней. Она была в сознании. Это невозможно забыть. Это настолько страшно. Вы просто не представляете. Там большая комната, и за занавесками лежат мужчины, женщины. И вот, когда лежишь за занавеской и слышишь, что идут реанимационные мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все мы позаботились не только о себе и своем максимальном размере удобств. На наших улицах люди не кашляют кровью и не падают замертво на площадях. Некоторые жуткие явления природы не отбрасывают тени. Можно ли жить сегодняшним днем, когда уже вовсю проглядывает день завтрашний? Увидеть это несложно. Впервые за практически неделю, за несколько дней этот замок открывается у вас, да? Для посетителей, да. Работа Дендрария Волжско-Камского заповедника была принудительно приостановлена 10 октября. И это, кажется, первое в республике учреждение под открытым небом, вовремя осознавшее и прочувствовавшее на себе угрозу. В какой-то момент эта зеленая зона стала красной. 3-4 октября было непростительно большое количество, до полутора тысяч человек. И на кассе стояла очередь из нескольких десятков человек в течение всего дня без соблюдения масочного, масочного, ну, практически без масочного режима. Ковид, как официально, не подтвержден, но у меня после 3-4 сотрудники все просто простыли. Одним из первых учреждений, ушедших на карантин, был Раивский монастырь. Звучит достаточно иронично. Все-таки монастырь к монастырю, скажем так. Наиболее подходит, это давно нам всем теперь известное понятие, самоизоляция. Но именно Раивский монастырь застегнулся еще больше на все пуговицы, огородился стеной, стал похож на неприступную крепость. Насколько нам известно, не только для того, чтобы прихожане не перезаражали друг друга, но и для того, чтобы прихожане еще более не перезаражали обитателей этой обители. И вот здесь, учитывая все сказанное, мы начинаем задаваться вопросом, который, в общем-то, достаточно давно вертится у всех на устах. А насколько наши культовые, культурные, развлекательные, образовательные учреждения готовы сегодня уйти вот в такой монастырь? Это риторический вопрос, но он теперь существует. Да, конечно, экономика уже не может уйти в монастырь. Не может уйти в монастырь и политика тоже. Однако, наверное, не вот такие занятия спортом и не настолько активная жизнь могли бы помочь нам пережить эту бурю. Бурю, которую теперь отрицать сложно даже на бытовом уровне. Наши поликлиники превратились в моноклиники. Еще одно свидетельство колоссальных перегрузок системы, не рассчитанной на десятибальный шторм. Вы заметили вот эти койки в коридорах седьмой горбольницы? А ведь их нельзя не заметить. То есть, если будет массовое поступление, да, конечно, мы готовы. Это наша работа, мы будем ее выполнять. Штаты набрали, недостатка в кадрах нет. Поэтому мы готовы к любимой фразе нашего главного врача. 60 дополнительных коек, пока пустых. Пока пустых. Теперь мы знаем и об этой обратной теневой стороне. Но все же есть на свете вещи, которые не отбрасывают тени. Об их существовании можно только догадываться. Даже здесь. Вместе с наименьшей освещенностью относительно других областей. Даже самые яркие явления наблюдателю не видны под определенным углом. И даже огонь не отбрасывает тени. Даже огонь. Михаил Любимов и Роман Безменов. Семь дней. А теперь давайте делать выводы. Мы побывали сейчас лишь в одном из госпиталей. Надо ли убеждать кого-то, что ситуация в этом госпитале абсолютно идентична ситуации в любом другом? Мы уже сейчас видим, что вся система здравоохранения балансирует на грани возможного. Это медицинский факт. Простите за каламбур. Какие выводы? Что теперь нужно понять? Вывод на поверхности. Избежать заражения трудно. Но лучше все же избежать высокой вирусной нагрузки. Или скажем так, лучше не болеть тяжело. Разница есть. Ее ощутили на себе миллионы людей по всему миру. В наших руках все же есть некоторые инструменты, чтобы избежать худшего сценария. Я скажу, опять же, банальные вещи. Но это меры предосторожности и элементарные знания того, чем и когда лечиться. Возможно, даже важнее сегодня знать, что не надо делать. Особенно в условиях паники, в которой оказывается человек, узнавший о своем диагнозе. Именно об этом мы поговорили с главным пульмонологом нашего Минздрава Александром Андреевичем Визелем. Сейчас действительно у людей небольшая паника, связанная с тем, что начали понимать, что, возможно, не всем хватит коек. И мы переходим к этапу самолечения. Но, наверное, какого-то осознанного самолечения. Давайте порекомендуем людям, что им делать в том случае. Ну, а если вдруг ПЦР оказался положительным. Или КТ. А мест нет. Что делать? То есть, первое, есть безрецептурные препараты, которые называются альфа-интерферон, умифеновир и аскорбиновая кислота. Вот это нужно, чтобы лежало дома. Я извиняюсь, не надо, чтобы все там сейчас побегут покупать. Но что делать? Так же было в свое время с гидроксихлорохином, вы знаете, да? Что препарат пропал, и ревматоид стал лечить нечем ревматоидные заболевания. Но, тем не менее, это капельки, это капсулки, это шипучка-аскорбинка. Вот этот старт очень логичен. И откуда-то существует такой бред, я извиняюсь, что нужно не меньше двух антибиотиков. Вот вы правильно сказали, написывают, шлют в WhatsApp, и в интернет, и все. Что ты не начал антибиотики? Мало ли что доктор тебе назначил гриппферон. Еще мешают лечить не самолечение, а один другого индуцирует и говорит, я же знаю, тебе же написали пневмонию, а пневмонию-то ведь лечат антибиотиком. Давай, начинай антибиотик, не слушай никого. Где антибиотики? Они должны быть в реанимации. То есть, когда реально возникает? Эта пневмония называется внутрибольничная уже. Это поздняя пневмония. И второй вариант. Если, например, у человека есть бронхоэктазы. То есть, уже есть гнойные мешочки в легких. Любой вирус спровоцирует инфекцию. Вот здесь надо смотреть. Но для этого есть специальные анализы. Давайте закрепим, Александр Андреевич. Немножко закрепим. Значит, у меня положительный ПЦР. Я пока не задыхаюсь, не чувствую в себе каких-то сложных, тяжелых симптомов. Первое, это те интерфероны, которые вы сказали сейчас. Никаких антибиотиков. И до какой степени я должен, сколько дней, до какой степени моей собственной температуры я должен дожить, чтобы в конце концов уже начинать куда-то звонить и вызывать скорость. А мы упустили очень важный момент с вами, о котором мы говорили в прошлый раз. Про пульсоксиметр. Вот он должен быть у каждого дома. Если пульсоксиметрии выше, чем 95, относительно можно быть спокойным. Но это зависит еще, как любая функция, от того, как жил человек до этого. Если это толстый, с диабетом, с хронической обструктивной болезнью легких, он очень рано отреагирует на поражение легких. И уже даже при КТ-1 может быть снижение. Но если это спортсмен, подвижный человек, у него резерв огромный, и мы можем даже с помощью пульсоксиметрии прозевать немножко. Давайте поясним, немножко поясним. Пульсоксиметр – это такой приборчик, который вставляется на палец. Да, и с помощью цвета крови. Это насыщение крови кислорода. Да, совершенно верно. Он дает пульс и насыщение крови кислородом. И есть еще один такой способ очень хороший. Вы одели пульсоксиметр на пальчик, допустим, там 95. И дальше взяли и поприседали. Так, чтобы одышка, ну, по крайней мере, чтобы сердце забилось от этого. У здорового человека будет 97-98. Если есть нарушение в легких, он поедет вниз. Новое веяние последних полутора месяцев – это увлечение гормонами. Вот такие же точно доморощенные доктора. Дексаметазон. Совершенно верно. Они говорят, что те, кто говорят про антибиотики, говорят, и еще гормоны обязательно введи себе. С самого начала. И мы опять с вами возвращаемся к патогенезу. То есть первые 5-7 гормонов могут понадобиться. Никто не против. Но дайте ответить организму. И что мы видим? Мы видим, что человеку на второй день, у него температура 39, все плохо. Он караул кричит, ему дексаметазон взяли и ввели 4 миллиграмма. Что мы видим? Этого достаточно, чтобы убрать температуру. Этого достаточно, чтобы подавить иммунитет противовирусный. Но этого недостаточно, чтобы не разгорелся шторм. И получается так же, как мы говорили с жаропонижающими, ложный период благополучия. То есть больному это мы видим четко, можно отслеживать 4-5 дней. Ему хорошо, он вот все-все-все-все и вдруг. Ах! В один день за несколько часов. Причем еще доктор что говорит? Ну ты начни с 8, пару дней, потом четверочку, четверочку и закончи, и все у тебя будет хорошо. И вот он отменяет, и на следующий день у него опять 40, сатурация падает. То есть он что сделал? Он не дал организму отреагировать своими интерферонами, погасил реакцию, успокоил больного. Он, может быть, даже к врачу не обратился, потому что сейчас все уколы делают сами себе. Понимаете, вот это вот, вот то, о чем я говорю, это очень наболевшее. Очень наболевшее. То есть самолечение нерациональное. И я нехорошо скажу, я говорю всем друзьям, говорю, звони в первый день. Мне звонит, у меня 8 день, что-то мне не в моготу, а что с тобой делали? Я искренне говорю друзьям. Я говорю, ты знаешь, я вот честно скажу, я не знаю и нет таких рекомендаций, что делать после того, как ты напился два сильных антибиотика, устроил себе, извиняюсь, диарею антибиотическую. И надо помнить, что многие антибиотики еще иммунитет подавляют и аллергию вызывают. Угробил себе иммунитет дексаметазоном, и теперь хочешь, чтобы я тебя спасал. Александр Андреевич, спасибо большое за это интервью. Мы очень надеемся, что ваша рекомендация окажется полезной. Ну, спасибо за неравнодушие, потому что это очень-очень нужно. Вот нужно остановить вот этот шабаш самолечения. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, конечно, Александру Андреевичу. С удовольствием послушал. Согласитесь, слово доктора с большой буквы иногда лечит лучше, чем некоторые лекарства. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Этот город, которого нет. У очень многих написано, жил массив Татваленко. У кого-то написано, поселок Татваленко. Оторван от цивилизации и бесконечно надеждой согрет. Сейчас ищем ходы. Сейчас таксисты даже не могут нас найти. В понедельник президент Рустам Миниханов принял участие в работе заседания оперативного штаба Министерства сельского хозяйства России по вопросам реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Заседание прошло в режиме видеоконференц-связи. Президент сообщил, что выполненный объем работ составляет 78%. Он подчеркнул, что до конца года республика обеспечит стопроцентное выполнение запланированных работ и полное освоение средств. 13 октября Рустам Миниханов обсудил с руководством компании Transmash Holding проект организации беспилотного движения в Казанском метрополитене. В целом, компания готова к реализации данного проекта и до конца следующего года проект может быть внедрен в метро Казани. Кроме того, в данное время Transmash Holding ведет работу по получению статуса резидента особоэкономической зоны Иннополис. Дипломы и знаки лауреатов премии президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества вручил в этот же день президент Республики. Церемония награждения состоялась в Казанском Кремле. Президент выразил благодарность всем лауреатам и отметил, что реализуемые проекты имеют важное общественное значение. Еще одна встреча президента 14 октября состоялась с генеральным директором компании Hire Industry Rus. Стороны обсудили и дальнейшее развитие производства Hire на территории Татарстана. На сегодня в набережных Челнах построены и введены в эксплуатацию завод по производству холодильников, завод по производству стиральных машин и первый завод по производству телевизоров. Премьер-министр Алексей Песошин провел заседание Совета директоров ООО «Сетевая компания». Участники рассмотрели вопросы надежности электроснабжения потребителей, результаты производственной и финансо-экономической деятельности по итогам первого полугодия 2020 года, а также реализацию плана капитального строительства компании за первое полугодие 2020 года. В четверг президент поздравил команду по хоккейу на траве «Динамо Казань» с победой на чемпионате России сезона 2020 года. Рустам Миниханов выразил игрокам и тренерам искреннюю благодарность за тяжелый и результативный труд. В этот же день премьер-министр Татарстана принял участие в парламентских слушаниях по проекту «Закона о бюджете». В обсуждении участвовал также и председатель госсовета Фарид Мухаммедшин. Бюджет 2021 года сохраняет свою социальную направленность и программную ориентированность. Доля социально значимых расходов в проекте бюджета 2021 года составляет 77% от общего объема расходов. Более 90% бюджетных средств направляется на реализацию утвержденных ранее госпрограмм. 16 октября президент Татарстана побывал с рабочим визитом в Турцию. Сначала встретился с мэром из мира. Стороны обсудили о развитии туризма, а также вопросы безопасности наших граждан на территории Турции в условиях пандемии. Рустам Миниханов также провел встречу с представителями деловых кругов Турции. Президент Татарстана отметил, что Татарстан и турецкое сотрудничество вносят значительный вклад в укрепление отношений между Россией и Турцией в целом. Кроме того, реализуется много совместных проектов. Президент выразил заинтересованность в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане. Фарид Мухамедшин принял участие в заседании рабочей группы по реализации конституционных изменений. Председатель Госсовета Республики выступил по видеосвязи. Региональные парламентарии обсудили пакет законопроектов, связанных с изменениями деятельности российского правительства, работой Конституционного суда и прокуратуры. Праздник футбола и отличного настроения подарили всем жителям и гостям столицы группа компании «Таиф» и Российский футбольный союз. В день проведения матча Лиги нации на стадионе «Акбарс-арена» была организована масштабная фан-зона для болельщиков «Таиф» – наши парни. Любители футбола и все, кто пришел в этот день на стадион, могли насладиться матчем нашей национальной сборной с командой Турции на огромном экране, установленном специально для трансляции матча. Комментировал эту важную встречу принципиальных соперников известный комментатор Виктор Гусев. Атмосферу праздника, яркие эмоции, улыбки подарили всем наши парни, забив в первом тайме. Однако в итоге матч завершился в ничью 1-1. Стоит отметить, что хотя вход на стадион был свободным, организаторы постарались сделать все, чтобы мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных требований. Все это стало возможным благодаря договору о партнерстве Российского футбольного союза и группой компаний «Таиф». Мы продолжаем программу «Семь дней». От простого к сложному, от частного к общему. В нашей среде это называют журналистской удачей, когда вроде бы частный вопрос позволяет выйти на проблему и тему как минимум республиканского масштаба. И я, если честно, немного удивлен, почему раньше мы не обращались к этой тематике. Но ведь очевидно же, Татарстан обладает колоссальными водными ресурсами, огромным потенциалом в этой сфере. Достаточно взглянуть на карту. У нас и Волга, и Кама, и Меша, да каких только рек и озер нет. По логике и местной рыбы, рыбных консервов, различные продукции из рыбы должно быть в избытке в магазинах, на рынках, в торговых центрах. И вроде бы грех жаловаться. На прилавках рыба всякая, и копченая, и соленая, консервы, котлеты, икра, что-то там еще. Только задайте сами себе вопрос. А что из того, что вы видите на прилавках, произведено из местной рыбы, выловленной из местных рек, озер, водохранилищ? Ответ, я уверен, вас огорчит. Практически ничего. Оттого и цена на продукции, по большей части, прямо скажем, не милосердная. Вот немного статистики для понимания ситуации. Показатель потребления рыбы в Татарстане составляет около 10 килограммов на душу населения в год. Это крайне низкая цифра. Достаточно сказать, что норма потребления, рекомендуемая Минздравом России, составляет 22 килограмма. Для сравнения, этот показатель в Японии 70 килограммов, в Норвегии 47 килограммов на душу населения в год. Интересно, что в советские времена жители нашей страны потребляли 24 килограмма рыбы в год. Вспомните те самые рыбные дни в школах и заводских столовых. Так что делайте выводы. Возможно, дело в нашем менталитете. Татары более склонны к мясу, чем к рыбе. Есть в этом, на мой взгляд, только доля правды. И причин, почему при таком потенциале развития рыбной отрасли она у нас фактически находится в зачаточном состоянии, много. И тут настало время более детально посмотреть на тот самый частный случай. Знакомьтесь, это предприниматель Анатолий Подгорнов из Пасского района. Промышленным ловом, добычей и переработкой рыбы он занимается с 2005 года. А так в бизнесе еще дольше. Однако сейчас его рыбное дело, можно сказать, под угрозой исчезновения. И дело не в том, что рыбы стало меньше, или сам бизнес не рентабельный. Причина куда прозаичнее. Со слов предпринимателя, его буквально выживают с собственной земли под давлением местных чиновников. Как-никак, рыбное место Тимур Бекмурзин разбирался в этой ситуации. А заодно повнимательнее взглянул в целом на рыбную отрасль в Татарстане. Оборотная сторона, изнанка рыбного бизнеса Анатолия Подгорнова, предпринимателя из Пасского района. И она совсем не так красива и совсем не притягательна. И этот забор по периметру участка, видеокамеры, собака, бойцовые породы. Все это появилось здесь в последнее время не просто так. И совсем не от хорошей жизни. Забор вы после этого случая поставили? Сейчас и его последние 2-3 месяца. Сейчас вместо того, чтобы заниматься сбытом производства, закупаем колючую проволоку, закрываем периметр. Анатолий рассказывает нам, что совсем недавно подвергся нападению от неизвестных лиц прямо у порога, можно сказать, родного дома. Ну вот, ударить по голове, если можно. Вот здесь он. Прямо здесь? Да, да. А вы считаете, это связано с вашей коммерческой деятельностью? Думаю, что да. Основания так думать у Подгорного, увы, есть. С 2001 года он работает здесь. Сначала арендовал помещение у Тютюрского рыбозавода. Затем с 2005 года выкупил собственность этот участок и занимался и занимается любимым делом – промышленным ловом и добычей рыбы. В 2015 выиграл очередной третий по счету аукцион на право использовать эту акваторию как рыбодобытчик. Было два конкурса, на которых судились на первом. Три с половиной года во всех инстанциях победили. Все это время Подгорнов не вылезает из судов. Судится, доказывая свое право законно добывать рыбу на этом участке. Судится, отбиваясь от разного рода порой нелепых обвинений. В том, что у нее нет соответствующего оборудования, техники. В том, что он своей деятельностью не наносит вред окружающей среде. Анатолий подробно показывает нам свое хозяйство. Здесь рыбу принимают, тут обрабатывают. Это кто? Судак. В этом цеху делают рыбные котлеты. Это котлетник, который он 2080 котлет в час шлепает. Только если был бы нормальный сбыт, как сбыт по полуфабрикам, вкусные очень котлеты. Мы ничего не добавляем. Тем не менее, в планах предпринимателя серьезно расширить свое дело. Открыть новые цеха по глубокой переработке речной рыбы, в том числе по изготовлению рыбных консервов. Однако все эти планы теперь подвисают в воздухе. В рыбный бизнес Подгорного неожиданно может вмешаться администрация Спасского района. Пресловутый земельный вопрос. На моей памяти три из четырех случаев проблемных взаимоотношений бизнеса и власти в районе так или иначе связаны с землей. Это могут быть вопросы неправильного оформления земельного участка, вопросы аренды, межевания и так далее. Земля – это самый ценный ресурс в районе. Но этот случай все-таки особый. Земля здесь тем ценнее, чем она ближе к воде. В Спасске район – один из наиболее выгодных с точки зрения рыболовства в республике, потому как он омывается акваториями сразу двух великих рек – Волги и Камы. С высоты птичьего полета участок Подгорного как на ладони. Рыбаки прибывают на катерах, тут же сдают рыбу, рядом с местом приемки и холодильное оборудование. В исполкоме Спасского района считают, что Анатолий Подгорнов может заниматься своим делом, но только не на территории, которую в исполкоме считают предназначенной для общего пользования. Вот это береговая полоса, аккурат между водой и участком Подгорного. Я всегда думал, что это право собственности, это право собственности, она гарантирована Конституцией. Но меня отрезали от воды. Самое интересное, что почти 15 лет этот, как его квалифицируют в исполкоме самозахват, никого в районе не беспокоил. Работал себе предприниматель Подгорнов, спокойно ловил рыбу и вдруг вспомнили или прозрели. Здесь никаких ограждений за пределами нет, там до воды ничего не ограничено, люди ходят, купаются, рыбачат. Но это сделано с тем, чтобы просто навредить вам? Да, навредить просто, нагадить в тапочке. Мы попытались получить оперативный комментарий по ситуации в исполкоме Спасского района, но, к сожалению, руководитель исполкома Валерий Осокин сейчас болеет. Поэтому мы направили письменный запрос и спустя время получили на него ответ. В нем сказано, что самовольное занятие земельного участка было выявлено в ходе проверки от 13 декабря 2019 года. Да, фактически признают в исполкоме, этот участок пройдет по живому бизнесу Подгорного. Убрать придется постройки с навесом, холодильные установки и части объекта капитального строительства. Все спорные вопросы в администрации предлагают решать в суде. Я не понимаю, какие могут быть общественные нужды, если этот бизнесмен оттуда уедет, общество это не будет. Какая нужда-то появится потом? Ну, на пустынном месте общества не возникает. Общество это же люди, которые там работают, так живут. Вот как мы можем говорить о развитии территории там и так далее, если мы не идем навстречу предпринимателям. Этот конкретный частный случай дал нам повод шире взглянуть на проблему развития рыбной отрасли в Татарстане. Вот еще одна база, где осуществляют промышленный лов и добычу рыбы. Начали заниматься ее переработкой. Один из старейших в республике Лаишевский рыбозавод. Его относительно устойчивая работа – заслуга вот этого человека. Еще одного энтузиаста своего дела – Петра Кузнецова. Агропромышленный парк Казани – одно из немногих мест столицы, где можно в цивилизованных и комфортных условиях приобрести местную продукцию из рыбы и свежую рыбу. Это дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, это поддержка для местного производителя рыбы. Во-вторых, это возможность купить действительно безопасную рыбу, которая прошла качественный контроль. Это легальная рыба. Ну и в-третьих, это возможность приблизить покупателя и продавца по цене. Хотя хотелось бы, чтобы цены были еще ниже. В агропромпарке можно найти сегодня самую разную рыбу и морскую, и речную, и свежую, и копченую, и деликатесы. Однако предприниматель Нина Казанова признается, особым спросом пользуется именно местная рыба. И сразу поясняет, почему. Она качественная наша, лучше, и товарный вид красивый, и вкуснее она. Качество и безопасность для агропромпарка – главные составляющие в работе. Оттого, возможно, и цена здесь не сказать, что дешевая. Вся рыба проходит тщательный контроль. Сначала на соответствии всем документам, затем по линии ветеринарно-санитарной экспертизы и так далее. На М7, на трассе у нас есть же площадка отдыха. Сколько там рыбы? Да. Огромное количество рыбы, но она же откуда-то берется. Ну откуда она? Сядься только из воды, больше ниоткуда не возьмешься. Поэтому, да, конечно, серый рыб, поусловно говоря, да? Конечно, серый рыб, он все равно существует, он все равно даже и вдоль дороги мы с вами периодически проезжаем в районы, мы все равно видим. Что делать с этим серым рынком? Эксперты признаются, вряд ли у государства сейчас есть силы и ресурсы, чтобы с ним бороться. А спрос на рыбу мы видим есть, и спрос огромный. Как его удовлетворить в таком случае? Только за счет поддержки и развития легальных рыбодобытчиков. Конечно, им самим нужно быть активнее, смелее создавать неформальные, а реально работающие структуры, союзы, ассоциации. Одним словом, объединяться. Лишь бы еще осталось кого объединять. Тимур Бекморзин, Андрей Ключников, Роман Безменов, Андрей Мохов и Андрей Кузьмин. Семь дней. В России сегодня 20 тысяч поселков, в которых не осталось ни одного жителя. Еще 36 тысяч, где живут по одному человеку. Место есть, а жизни нет. А бывает наоборот. Люди живут в деревне, которой не существует. Такое место есть и в Татарстане. Причем не абы где, а в самом городе, в Приволжском районе Казани. Поселок Татваленко, или жилой массив, как его еще называют, существует в 60-х годах. Сегодня это полноценный поселок. Полноценный, правда, только формально. Населенного пункта нет на картах, а это 20 домов. С одной стороны окруженный лесом, с другой заброшенными и разрушенными корпусами предприятия и детских лагерей. Здесь нет газа, магазинов, больниц и школ, а с июля еще и дороги. Но есть люди. Пусть и в прописке у кого-то деревня Татваленко, у кого-то село Татваленок, или жилой массив ПХ Татваленок. Но люди есть, и теперь они окончательно оторваны от цивилизации. Единственные подъездные пути к поселку перекрыты шлагбаумом. Одна из дорог закрыта из-за строительства жилого комплекса, другая из-за магистральных нефтепроводов, которые проходят под этой дорогой. Теперь в населенный пункт не могут проехать машины экстренных служб, местная администрация разводит руками. Сам поселок находится в Приволжском районе, а вот дороги относятся уже к Лаишевскому району. Что же получается? Может, местные власти просто не знали, что там еще есть люди? О селе, которого нет. Диляра Юсупова. Невинная в своей безысходности Татваленка будто погружена в глубокий сон. Уже много лет она покрыта одеялом пустых окон, руин и леса. Если не знать наверняка, можно подумать, что вся эта территория – сплошной лес, о котором никто не помнит. А внутри – забытые люди среди забытых вещей. Вот здесь была территория пионерского лагеря. Да, вот в советские времена, в начале 90-х, ну даже в начале 90-х уже не было, но вот здесь был большой пионерский лагерь. И дети из города приезжали здесь отдыхать. Когда солнце просвечивает сквозь дыры этих обломков, невольно чувствуешься героем рассказов Брэдбери, где пустые города на Марсе постепенно заносят песок времени. И хлопнули ставни, и старые вывески звенят на ветру. Отсюда ушли дымовые, но здесь остались люди. Ну прошло практически и часа, и весь поселок буквально обошли. Обошли, да. И это Приволжский район Казани. На секундочку. Оглушительная тишина, вот сейчас даже на мне нет микрофона. Меня прекрасно слышно. Расскажите, в паспорте вот как записано? Какой у вас адрес? У меня в паспорте написано просто улица Казань. Вернее, город Казань, улица Центральная. У очень многих написано, жил массив Татваленково. У кого-то написано, поселок Татваленково. Поселок, которого нет, не представляет из себя даже точку на карте. Добирались мы сюда сначала на Абум, а потом уже с помощью местных жителей. Мертвый, живой, населенный пункт. Словно остров встречает нас закрытыми дверями. Первый въезд – заблокированная территория. Здесь идет строительство жилого комплекса Брайт-парк. До масштабной стройки тут было поле. Компания сделала дорогу за свой счет и объясняет, что не имеет права пускать людей через территорию по правилам безопасности. Так как это строительный объект, повышенные опасности, чтобы по строительному объекту никто не проезжал. Есть список машин, все, кто живет в Татваленке. Через этот въезд мы всех людей пускаем. Скорые, пожарные, ну, само собой, такие машины без проблем пустят. Впрочем, мы все же проезжаем в сопровождении сотрудников. К слову, местные жители претензий к строительной компании не имеют. Говорят, ее представители идут на контакт с сельчанами. Да и дорога, которую компания перекрыла, не основная. Основная, это вот эта, со стороны трассы Казань-Боровое-Матюшино. Но и здесь шлагбаум, даже два. Вот она дорога со стороны Боровое-Матюшино, которая сейчас перекрыта. А вот он, альтернативный путь, который предлагают жителям Татваленки. Эта дорога проходит вдоль нефтепровода. И, несмотря на то, что она не заасфактирована, проехать по ней вполне можно, но это сейчас, когда сухо. Что здесь происходит в сезон дождей, представить достаточно трудно. Хотя нет, не трудно. Кадры после дождей. Наслаждайтесь. Что же будет зимой? С больным ребенком я частенько вызывала такси. Сейчас таксисты даже не могут нас найти. Сейчас ищем ходы, как выезжать, как заезжать. Вечером надо домой с работы как-то попасть. Ни магазин, ничего, конечно, не было. Дорога была всегда открытая, никто нас не трогал. Как бы родной деревней мы тут жили. Трое детишек у меня здесь родились. Это жители-старожилы. Уехать отсюда по собственной воле для них равно предательству. Муслима Валиулина могла бы уехать вслед за детьми, но старая печь и скрип половиц не отпускают. Люди привыкли к земле, к памяти и старому дому. Кстати, ветхие избушки соседствуют с новостройками. Сюда приезжают и новые жители. Они прячутся здесь от городской суеты. Хотят тишины, но не забвения. У нас поликлиника детская, мирная. Нужно по бездым дорогам, по лесным ехать в поликлинику. Когда была дорога, проблем вообще никаких не было. Мы могли спокойно пять минут, ты уже на трассе. Вернемся к шлагбауму. Вот он. Установила его компания «Транснефть». И снова по причине безопасности. В этом месте проходят пути нефтепровода. А значит, ездить, особенно грузовой техники, здесь нельзя. Есть риск техногенной катастрофы. Когда было осуществлено интенсивное строительство Брайт-парка, и большегрузная техника интенсивно стала передвигаться через наши магистральные нефтепроводы, мы приняли решение блокировать этот переезд. Проезд был организован застройщиком коттеджного поселка Брайт-парк. Проекты на этот проезд не прошли никакую экспертизу в рамках градостроительного кодекса. Более того, значит, в картах территориального планирования этот объект отсутствует. Разрешения на строительство нет. У нас техника там точно не ходила. Там были несколько участков, купленные третьими лицами у предыдущего собственника. Возможно, они там строились. А я был сам конкретно свидетелем, выезжал на место и видел, как большегрузная техника, бетономешалки через наш нефтепровод передвигаясь. Поэтому говорить одно, а видеть это другое. Пока крупные игроки промышленного рынка перекидывают друг на друга ответственность, Тат Валенко превратился в остров. Обитаемый или невезение, как хотите. Проблемой заинтересовался Следственный комитет. Дело возбудили, правда, пока не установили. В отношении кого? Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это превышение должностных полномочий и самоуправства. Кто перешел дорогу простым людям, еще будет выяснять следствие. И, может быть, тогда станет ясно, кто из участников истории по-настоящему существует. И не просто точкой на одной из случайно найденных карт в Гугле. И нам как бы обидно, что про нас забыли. Ну, то есть нет как бы нас. Диляра Исупова, Андрей Мухов и роман «Безмена в семь дней». На этой неделе ушел из жизни главный редактор и издатель газеты «Звезда по Волжье» Рашид Ахметов. Вы знаете, я считаю, он был рыцарем татарстанской журналистики, человеком, которому не свойственны были подхалимство и лицемерие. Все свое отношение к этому противоречивому миру без страха и упрека он высказывал на страницах своей газеты. Многие еще помнят, как он стал фигурантом уголовного дела. Поводом послужила перепечатка им в 2011 году в газете «Звезда по Волжье» статьи Фаузи Байрамовой. 3 октября 2014 года статья была признана экстремистской, а главный редактор газеты был приговорен за ее публикацию к обязательным работам по печально известной первой части статьи 282, которая позволяет привлечь к ответственности любого журналиста, пишущего на острые темы. 22 мая 2015 года уголовное дело было прекращено за истечением срока давности, но осадок, как говорится, остался. В последние годы Рашид Ахметов тяжело болел, перенес несколько операций, но, несмотря ни на что, продолжал свое дело. «За правду и родину» – это лозунг, под которым выходило его издание. Это было и внутренним кредо самого автора. 36-й выпуск газеты «Звезда по Волжье». На первой странице издания – бессменная авторская колонка. Главный редактор Рашид Ахметов вновь рассуждает о событиях недели. У него свое видение, у него свой взгляд, своя точка зрения. Незамыленная, критичная, порой настолько смелая, что разница с официальной трактовкой коллег по печатному цеху. В этом и был весь Рашид Ахметов. Через две недели после выхода газеты «В свет» его не станет. Нам нужно популяризировать свою историю. Неожиданно оказывается, что не Рим, не Древняя Греция сыграла наибольшую роль в истории человеческой цивилизации, а Великой Татаре. Книги, средства массовой информации, семинары, научное общение. Еще Ленин восхищался до революции, что татарик – всеобщая грантность. В принципе, обсуждается стратегия татарского народа. 100% татар должны иметь веще образование. Всех одаренных татар должна быть создана система национальная, которая берет каждого одаренного татарина. Для них должны быть создаваться не просто вот, да, пусть интернаты для богатых будут, частные школы, но должны быть и государственные татарские школы для интеллектуально одаренных, для творчески способных людей. Нам нужно создавать свою творческую линию. Не было ни одной темы, которая бы не вызывала его жгучий журналистский интерес, но особенно он интересовался национальной политикой, культурой, искусством и образованием. Он уже с детства зачитывался художественной литературой и книгами по истории и философии. Родился и вырос в городе Саров. Позже семья Ахметовых переехал на свою историческую родину в Казань. Его стремление к знаниям было настолько велико, что еще будучи студентом КАИ, Рашид Ахметов чуть ли не лишился зрения. Он получил доступ в секретную секцию Ленинской библиотеки, закрытую, и проводил там дни и часы. У него там посадило зрение, он сам рассказывал, я посадил зрение себе там. И прочитал запоем, запретные в то время книги. Это была философия, это был Кант в частности, это была восточная философия, духовная традиция. В общем, все, что было под запретом. С тех пор он понял, насколько это богатый мир, и вот с того периода его жизнь, конечно, очень изменилась. Рашид Ахметов был человеком удивительного склада характера. Открытый, скромный и абсолютно неприхотливый в быту. Он прожил очень скромную, практически аскетичную жизнь. Он не требовал от своей судьбы ничего, ни власти, ни денег. Желудок человека вмещает два литра жидкости, а возможности мозга неизмеримы. Это было его самым любимым изречением. Последние семь лет своей жизни Рашид Ахметов жил вот в этом скромном небольшом доме в садовом обществе под деревней Тарлоши. Летом выращивал помидоры, осенью делал заготовки на зиму. Вот эти банки он закатал в сентябре. Зимой и летом именно отсюда он писал свои статьи о жизни и о вечном. В его окне даже в самую длинную морозную ночь всегда горел свет. Папа, в принципе, очень ценил национальные культуры, если они были нацелены на труд, на справедливость, на нравственность. И неважно, какой это были нации, культуры. Главное, чтобы внутри них были именно эти вечные ценности для человека. Газета была всем смыслом его жизни. Оторванный от большой земли, он оставался в курсе всех значимых событий, происходящих в мире. Он делал свою оценку, у него была своя правда. Иной раз неудобная, некрасивая, но правда, которую очень часто ему приходилось отстаивать, несмотря ни на что. В 2013 году на Рашида Ахметова завели уголовное дело по экстремистской статье, после чего его издание даже попало в черные списки Росмониторинга. Дело в итоге было закрыто, но Ахметову пришлось собирать средства на возобновление выхода своей газеты. И тогда на помощь пришли коллеги и друзья. Рашид Ахметов, конечно, глубокий демократичный журналист. И он дал такой урок, что истинная демократия – это когда права народов, развитие национальное сочетается в общем процессе. Он своей деятельностью творчеством это доказал. Он знал характер жизни, характер не только политической жизни, характер вообще вот этой нашей общественной жизни, просто вот нашей социальной жизни. Он знал характер, знал вот эти вот реакции, которые вызывают какие-то... Даже у его доброжелателей они вызывали иногда такие острые реакции. Если бы он это все пропускал через себя, его бы не было... Даже если бы он был Гераклом, то его бы давно уже не было. С конца 90-х годов газета несколько раз меняла свой формат. Но сама идея, само насыщение, сама аура оставались неизменными. В последние годы Рашид Ахметов сильно болел, но не переставал заниматься своим любимым делом – в борьбе за правду и родину. Его сын Руслан теперь обещает выполнить последний завет своего отца. 37-й выпуск газеты уже увидел свет. Почему она как бы искусственно все время останавливается, татарская нация? Почему татары как бы себя... Видимо, это настолько сильный по своей потенциальной мощи народ, что его как бы искусственно сдерживает для будущего. На этом у нас все. Не хочется заканчивать программу на грустной ноте. На этой неделе в московском районе Казани состоялась импровизированная встреча всех голубятников Татарстана. Сразу вспомнился фильм «Любовь и голуби», который как раз о том, что любовь помогает преодолевать любые трудности, чего и вам всем желаю. До новых встреч, до свидания. Саламет, бахат лебулагас, еще раз урга насыпался. Саламет, бахат лебулагас, Здравствуйте. Долго мы радовались ярким краскам осени, теплу и солнцу, но уже в ближайшие 7 дней мы ощутим, что зима близко. И по данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке Татарстана в понедельник будет тепло, без осадков и солнечно, но это ненадолго. Уже во вторник температура понизится, местами пройдет снег и к четвергу всего 1 градус тепла. Такая же погода ожидается и на выходных, так что пора укутаться в теплые вещи и готовиться к зиме. Для жителей северо-востока Татарстана в понедельник будет теплым, до плюс 12, во вторник понижение температуры, а в среду синоптики обещают снег и 4 градуса выше нуля. В последующие дни станет еще холоднее. В ночные и утренние часы возможно образование первой гололедицы. Будьте внимательны и осторожны. В центральных районах в понедельник порадует отсутствием осадков и теплотой. Но уже во вторник циклон принесет похолодание, дожди, местами даже снег. Температура не поднимется выше плюс 2. На юго-западе Татарстана в основном будет пасмурно, в понедельник без осадков, а во вторник пройдет мокрый снег. В среду станет холоднее и к четвергу всего плюс 1. На выходных также ожидается снег. На северо-западе и в Казани в начале недели около 7 градусов тепла. В среду холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры, снег и довольно мрачную картину за окном. В субботу и воскресенье ожидается такая же погода. Пусть тоскливые дожди, мрачные тучи, порывистый ветер не омрачат ваше настроение. Осень все же прекрасна. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok